Глава 25. Как легко бросить пить. Вам может быть сложно поверить, что любой алкоголик способен бросить пить без всяких усилий, особенно если вы сами прошли через неприятные попытки бросить при помощи способов, основанных на силе воли. Если вы находитесь на самом дне, потеряли дом, семью, машину и работу, я не обещаю немедленно все это вернуть. Но я могу обещать немедленно избавить вас от зла, которое привело вас на дно. Когда я освободился от наркотической зависимости, то ожидал, что это повлияет в основном на мое здоровье и финансовое положение, и не разочаровался. Но были и другие последствия, которые оказались еще лучше этих. Во-первых, ко мне вернулось самоуважение. Во-вторых, я получил свободу, моей жизнью не управляло то, что я ненавидел. Что это за увлечение? Если вы можете это делать, вам стыдно, и вы несчастны. А когда вы не можете этого делать, то испытывайте лишение и несчастны. Прожигать жизнь, ожидая, пока наступит 7 часов вечера, А когда наступит обрекать себя на бесчувствие, Еще выше обретенного самоуважения и свободы, Я бы оценил возвращение смелости и уверенности, А также то, что я стал чувствовать себя сильным и здоровым человеком, Каким создала меня мать природа. И, наконец, было замечательно чувствовать себя одновременно зрелым человеком и ребенком. Когда вы психически и физически подавлены, мухи превращаются в слонов. Когда вы чувствуете себя сильным и контролируете все свои способности, Слоны снова начинают выглядеть мухами, которыми они и являются на самом деле. Но самым главным был общий результат — счастье. Это единственный наркотик, которым можно злоупотреблять. Почему должно быть сложно бросить пить? В конце концов, нас никто не заставляет пить. Если мы решим, что больше не хотим быть рабами алкоголя, Почему это должно оказаться сложным? А как же неприятные ощущения при воздержании? Некоторые верят в иллюзию, что белая горячка, дрожь и чертики Вызываются воздержанием от алкоголя. Непьющие люди не страдают белой горячкой. На самом деле физические проявления воздержания практически незаметны, Потому что большинство пьющих людей и не имели этой физической зависимости. О единственной муке, которую испытывают пьющие люди, Которые пытаются бросить, хорошо сказали анонимные алкоголики. Неопреодолимое стремление к той самой субстанции, Которая только усиливает эффект физического страдания, Иррационального поведения и растущей изоляции. Бросить сложно только по одной причине. Из-за ощущения несчастья и опустошенности, Которая вызывается желанием того, что мы не позволяем себе получить. А непреодолимым оно становится только если вы обмануты иллюзией Или верите, что обладаете неким физическим недостатком. Тогда у вас нет выбора, кроме как вечно желать того, что вас уничтожит. Именно миф об ужасных физических проявлениях отвыкания Помог мне понять, что легкий способ будет одинаково эффективен При лечении как алкогольной, так и иной наркотической зависимости. Я проводил занятия для желающих бросить курить. На семинарии выяснилось, что один из членов группы, Выздоравливающий алкоголик и героинист, Также страдал зависимостью и от других веществ. Он несколько лет не прикасался к алкоголю И при помощи силы воли смог избавиться от других зависимостей. Его рассказ вызвал ответные признания некоторых других членов группы. Двое смогли собственными силами бросить героин. Это явилось для меня откровением. Общество внушило мне, что от героиновой зависимости Труднее всего избавиться в основном из-за ужасных эффектов при отвыкании. Я выразил удивление, что они смогли без чьей-либо помощи бросить героин, Но не могут бросить курить. Я попросил их описать свои ощущения при ломке, вызванной героином. Подчеркиваю, что это была группа образованных людей, У которых никогда не возникало проблем с четким и ясным выражением своих мыслей. Но сейчас они могли только бессвязно бормотать, Пытаясь описать некие ужасные симптомы. Я слышал те же жалкие отговорки, которые мне тысячу раз излагали курильщики. Это было ужасно. Я не мог заснуть целую ночь или сконцентрироваться. Я — это не физиологические эффекты. И потом, что такого ужасного в том, чтобы не суметь заснуть ночью или сконцентрироваться? Такое со всеми случается. Я все время покрывался холодным потом. Я — да, это физиологический эффект, но это не больно. Спортсмены потеют на каждом состязании. Это естественный процесс, цель которого — снизить температуру тела. Неважно, описывали люди отвыкание от героина, никотина или алкоголя, чаще всего звучала фраза «это было похоже на грипп». Я мог бы написать целую книгу только об этом. Были случаи, когда арестованные героинисты, которые в тюрьме не могли получить героин, испытывали ломку только после освобождения и возвращения домой. Обстановка вызывала воспоминания об употреблении героина, что, в свою очередь, провоцировало так называемую физиологическую ломку. Я также слышал, что попытка резко бросить героин может убить человека. Один врач, ведущий английский эксперт по никотиновой зависимости, заявил по телевидению, что некоторым заядлым курильщикам, если они попытаются бросить, придется всю жизнь использовать заменители никотина. Он не мог объяснить, как тысячи курильщиков бросили курить мгновенно, не испытывая вообще никаких неприятных ощущений, физических или психологических. Я говорю о людях, которые бросили при помощи легкого способа, включая меня и других заядлых курильщиков. Я не сомневаюсь, если вы специально этим займетесь, то найдете доказательства того, что хронические алкоголики испытывают сильные физические страдания при отвыкании. Я же абсолютно уверен, что зависимые люди не испытывают никаких физических болей при отвыкании, и что эта проблема надумана. Давайте представим себе, что вы болеете гриппом. Практически все мы хотя бы раз в жизни болели гриппом. Да, может быть, несколько дней мы чувствовали себя так, словно нам приходит конец. Но можно ли назвать это трагедией? Это неприятно, но большинство людей могут спокойно справиться с этим. Физическая боль, которую человек испытывает, оставаясь алкоголиком, в тысячу раз сильнее, чем ломота в теле при гриппе. Представьте, что вы говорите человеку, признавшему, что у него наркотическая зависимость. Ты можешь семь дней болеть гриппом, после чего полностью избавишься от зависимости. Ни один наркоман, который признал свою проблему, не упустил бы такую возможность. Почему мы считаем, что попытка бросить употреблять любой наркотик сопровождается сильными физическими болями? Отчасти потому, что нам это внушили. Отчасти потому, что мы привыкли сваливать все неприятности на то, что мы бросаем. Даже если это чистое совпадение. Но прежде всего потому, что психологические мучения необычайно сильны, если использовать какой-либо из способов, основанных на силе воли. Но разве психологические мучения могут вызвать физическую боль? За короткий срок – нет. Но не недооценивайте их силу. У меня началась паника и дрожь при одной мысли о том, что я брошу курить. Поясню на примере. Если за мной гонится тигр, я не буду чувствовать, собственно, физической боли, пока он меня не настигнет. Но ужас, который я буду испытывать, заставит меня переживать очень неприятные физические ощущения. Нельзя недооценивать психологические мучения. Невозможность почесаться может оказаться сущей пыткой. Желание выпить час за часом, день за днем, когда единственный, кто мешает вам покончить с этими страданиями, вы сами, тоже будет доводить вас до отчаяния. Никто не будет спорить, что сильный и продолжительный психологический стресс ослабляет человека и делает его более восприимчивым к физическим заболеваниям. Существует понятие «психическая травма». Я бился головой о стены, кричал на жену и детей, пока кто-нибудь из них в конце концов не говорил. Я не могу смотреть, как ты мучаешься. Если тебе без этого так тяжело, лучше не пытайся бросать. Какая возможность спасти лицо? Нет, я не сдавался. Я снова начинал употреблять наркотик только для того, чтобы моя семья была счастлива. Я даже обвинял их в том, что только из-за них до сих пор остаюсь зависимым. Наверное, вы тоже часто слышали, как безуспешно, пытавшиеся бросать курильщики, говорят «Я стал раздражительным. Я чувствовал, что веду себя несправедливо со своей семьей, друзьями или коллегами. Поэтому я снова начал курить». Зависимые люди часто пользуются такой тактикой, включая симуляцию физической боли. Но понимал ли я тогда, что не испытываю физической боли, а просто пытаюсь обмануть себя и свою семью? Я не знаю. В своих воспоминаниях я не могу найти никаких подробностей относительно местонахождения источника боли и ее силы. Но если вы ударитесь локтем или попадете по пальцу молотком, то уж точно не забудете, как это случилось. Я помню, что мне было очень стыдно, и это может означать, что я не чувствовал физической боли и в глубине души понимал, что притворяюсь. Но тогда меня не интересовал анализ собственных мотивов. Я снова потерпел неудачу. Мое самоуважение и так было ниже некуда, и мне совсем не хотелось терять его окончательно. Я думал только о том, как закончить свои страдания, не потеряв лицо окончательно. Стыдно ли мне за себя, когда я теперь вспоминаю об этом? Многие годы я не мог себя простить. Я считаю себя в целом честным и сострадательным человеком, и при этом я так ужасно вел себя со своей семьей. Они знали, что наркотик разрушает мою жизнь и убивает меня. Для них было очевидно, что я не получаю от него никаких благ. Они были счастливы, когда я какое-то время мог воздерживаться. Я могу только пытаться представить, что они чувствовали, когда я не просто снова оказывался в ловушке, но и обвинял в этом их. Теперь я понимаю, что у меня не больше оснований стыдиться, чем у людей, переживших психическую травму, или у тех, чья жизнь была разрушена только потому, что они попались в алкогольную ловушку. Как я говорил в начале книги, настоящий виновник – невежество. Но мой собственный опыт показывает, до чего может дойти в целом честный и разумный человек, когда его жизнь управляет наркотик. Это был кошмарный мир страха, паники и страданий, и я счастлив, что сбежал из него. Говоря о кошмарах и физических болях при отвыкании, надо упомянуть, что довольно часто после успешного избавления от наркотической зависимости люди время от времени видят сны о том, что снова принимают наркотик. Даже открыв для себя легкий способ, я время от времени видел во сне, что снова курю. Еще до того, как погасла моя последняя сигарета, я знал, что больше никогда не буду курить, но этот сон меня встревожил. Означал ли он, что подсознательно я все еще хочу курить? Когда я писал книгу о легком способе бросить курить, то попробовал снова начать курить. Прежде чем вы заключите из этого, что я, очевидно, продолжал испытывать желание курить, я хочу объяснить, почему я это сделал. На групповых занятиях в клинике по излечению от курения я предупреждал пациентов, что в течение нескольких дней они могут испытывать дезориентацию, но серьезных быливых ощущений не будет. Большинство пациентов говорили, что так оно и оказалось. Некоторые вообще не чувствовали никаких последствий воздержания. Но время от времени кто-нибудь начинал жаловаться на невыносимые физические боли. Подробные расспросы не давали результатов, кроме ответов на подобие «я не мог заснуть», о которых я рассказывал раньше. Однако я начал сомневаться в своих оценках. Действительно ли я сам не испытывал вообще никаких симптомов отвыкания, или же я просто чувствовал сильное облегчение от того, что наконец-то освободился и просто не заметил их, как игрок в регби в пылу игры не замечает синяков и царапин. Прежде чем закончить книгу «Легкий способ бросить курить», я хотел снова приобрести зависимость и снова бросить, чтобы объективно оценить силу и наличие или отсутствие каких-либо симптомов отвыкания. Этот эксперимент потряс меня. Нет, дело не в том, что я оказался настолько глуп, чтобы намеренно подсесть снова, а потом понял, что не могу бросить. Произошло обратное. До этого я говорил, что знаю о том, как бросить курить больше всех в мире, и что одна затяжка снова сделает вас зависимым. Но я не смог приобрести зависимость. Я мог курить. Примерно через месяц я уже выкуривал по 20 сигарет в день. Но мне приходилось себя заставлять. Это было как выкуривать первую сигарету или пить первый бокал пива. Даже через месяц курения я не чувствовал ни потребности, ни желания курить. Потом я понял, что не смогу подсесть на никотин, даже если буду пытаться делать это до конца жизни, потому что зависимость вызывает не сам наркотик, а иллюзия того, что вы получаете от него какое-то удовольствие или поддержку. Как в случае с любым мошенничеством, когда вы поймете, как вас обманывают, то больше не сможете в это поверить. Этот эксперимент помог мне доказать некоторые вещи. Когда я понял, что не смогу приобрести зависимость, то перестал себя мучить. Я могу подтвердить, что не испытывал никаких физических или психологических симптомов отвыкания. Если наркоманы испытывают какие-то физические боли, когда бросают, эти боли являются прямым последствием их психологических страданий. К счастью, при помощи легкого способа и психические страдания, и возможные физические последствия снимаются еще до того, как вы выпьете свой последний бокал.